Бой между арабскими и еврейскими юношами в Кирьят-Тивон. Отношения подростки выясняли на паркете. Кидали не камни, а баскетбольный мяч. Две команды клуба АПАЭЛЬ, еврейская и арабская, продемонстрировали, что можно жить мирно, даже когда есть за что спорить. Правда, без столики политики в этом матче все же не обошлось. Чтобы не подвергать дружескую атмосферу риску, счет с забитым голом решили не вести. Встреча была показательной. За дружбу болела Татьяна Корох. Спортзал в Кирьят-Тивоне понемногу заполняется. На паркете тренируются две команды. В синем АПОЭЛЬ Кирьят-Тивон, команда юниоров из еврейского сектора. В красном АПОЭЛЬ Таршиха, юниор из арабского сектора. В то время как в Иерусалиме арабы бросают камни в евреев, в Кирьят-Тивоне арабы-евреи бросают мяч. Вчерашняя встреча должна была пройти в рамках окружного чемпионата. Учитывая, что полиция в свете напряженной ситуации в стране предписала Федерации баскетбола не проводить матчи между детскими и юниорскими командами, представляющими еврейский и арабский секторы, эти две команды решили встречу провести, но придать ей не официальный, а товарищеский статус. На сей раз обе команды стремились не к тому, чтобы забросить побольше мячей в корзину соперника, а прежде всего продемонстрировать, что экстремизм не пройдет. Алон Гат, игрок команды Аполь Тиво, не возражает против такой постановки вопроса, но все же несколько разочарован, что игра была всего лишь показательной. Мы так ждали этого матча. Мы очень хотели сыграть. И очень жаль, что из-за политики, не имеющей никакого отношения к спорту, нам приходится отказываться от этого. Баскетболисты арабской команды давать интервью отказались, но председатель спорткомитета Торщихи Уаджи Шахин утверждает, что атмосфера была вполне дружеской. Они тоже с нетерпением ждут официальной встречи, которая будет проведена позже, но они считают важным сыграть сегодня, чтобы продемонстрировать свое стремление к миру. Руководство занимается подстрекательством, вынуждая этих детей принимать решения, которые отражают иную реальность, несвойственную всей стране. Может быть, где-то в Израиле положение именно такое, но не везде. Мы отвергаем эти оскорбительные для нас обобщения. Мы хотим жить в мире и дружбе со всеми. Амира Малеви, председатель Израильской Федерации Баскетбола, приехал на этот матч, чтобы выразить солидарность со спортсменами. Он убежден, что спорт – это самый эффективный способ разрешения конфликтов. Спорт – это то, что сильнее всего сближает людей, делает их единым целым. Ведь что такое спорт? Это сражение, в котором есть свои правила, этикет, судьи. Вот так и должно все делаться. По правилам и нормам этикета. В этом сражении в спортзале были броски, пробежки и даже, как без этого, подножки и толчки. Но все это было исполнено настоящим спортивным духом. Дружба побеждает, когда мяч в руках нормальных людей, а не экстремистов. Татьяна Корах, Павел Коган, Алексей Лоренсон. Информационная программа «День» 9 канал.